Презираю всех вокруг, ненавижу я людей. Все они такие глупые, да, как и сей. Сегодня она в роли злой королевы. В жизни актриса совсем не похожа на своего персонажа из сказки про Белоснежку. Если ты с каждой премией, с каждой маской, стипендии будешь все больше раздуваться, 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 мне кажется, в конце концов можно лопнуть от собственной значимости. Татьяна Макроусова, вопреки своей скромности, имеет внушительный список совсем не скромных регалий. А в этом году была номинирована на «Золотую маску» – авторитетная и престижная награда в области театрального искусства. Это очень приятно, это очень здорово. И очень здорово выехать, получить новый воздух, новые эмоции, новых зрителей. Будь это главная или самая маленькая роль, каждый актер вкладывается на все сто, чтобы услышать заветное «Верю» не только от режиссера, но и от своего зрителя. Это не значит, что я сижу расслабленная и так «Ах, я живу в втором акте только». Нет, ты так же проговариваешь, ты так же готовишься, просто они по-разному в тебя входят. И Вита из меня выходит потом еще неделю. Я думаю, что мы не ранжируем. Маша мне подтвердит. Виненкова? Подтвердит. Подтвердит. За одним актером стоит огромная команда, от режиссера до костюмеров. Важно не только услышать все предпочтения артиста, но и лишний раз напомнить ему, какой он талантливый человек. Мне кажется, хватит. Да, Ксюша, он же шапкой сейчас держится. Но сейчас-то мы подправим. Что не сделаешь, чтобы победить Белоснежку в красоте? А нам чем брать королеву? Только длиной волос. Ну, это ладно. Я рождена, чтобы делать этот мир красивее. И мне нет равных. Это так? В одно время в театре проходят несколько репетиций. И когда Татьяна заканчивается своей, она забегает на другую, посмотреть на коллег по цеху. Любители приходить на чужие репетиции. Конечно, это же всегда интересно. Интересно, что создается. Потому что еще пока ты же не понимаешь, что это. Это вот сейчас репетиция с новой премьеры Гиперборея. Как раз интересно, что там создают мои же коллеги. Большая любовь к профессии, к своим зрителям, то, что ежедневно приводит актрису в театр музыкальной комедии вот уже 18 лет. Мне очень хочется пожелать, чтобы любой зритель, приходя в наш зал, он находил ответ, он находил любовь, и он чувствовал, что в этот дом стоит вернуться. Субтитры создавал DimaTorzok